Елена Александровна, знакомься. Это преемник манжурца-патриарха. Во-первых, он это право воевал как? Мощный рост, ему всего 15 лет, 30 ведер уже давал, 30 10-литровых. И наступил страшный год, вот этот. Все, ничего не предвещало. Ждем, ждем, заморозков нет, ждем отборный урожай. И он уже случился, заморозок, в конце мая. И как раз начиналось светение. И что ты думаешь, я после этого сказал себе, кто выиграет, кто больше всех будет плодов, тот и станет преемником новым патриархом. А Сергей говорит, давай посадим. Я говорю, этот отбор прошел, посади сотню, но у тебя ждет место, чтобы потом выявился наиболее последовательный последователь. Ну, давай смотреть урожай. Ну, вот на этой веточке хорошо видно? Вот на этой веточке висит примерно ведро. Смотри, они же укрепляться будут. Но он и по росту, по этому, по плодам, по плотности, ненамного ушел. Такой же мелкий, как патриарх. Такой же кисло-сладкий. То есть на него меньше всего воздействовали соседи. У меня-то, знаешь... А, вернуться, не вернуться. Вернуться, не вернуться. Пойдем, подумайте, скажем, это... Первый раз скажешь, что Валерий Константинович не согласна. Потому что... А? Не скажу. Телегония – это запретная тема. Ой, ну и что? Она запретна. Она запретна из-за людей. Она запретна из-за людей. А так как вопрос принципиальный – влияет прямая половая связь на потомство или не влияет? Ну, конечно, влияет. Но и непрямые тоже влияют. И непрямо. Хорошо сказано. Так вот, смотри. Вот это вот. Пусть я повторюсь. Но присутствие... Сейчас просто одиновое... Идем сюда. Вот. В предыдущем фильме ты представилась две пятерки за защиту. Так? Да. Смотри. Вот это и есть, пусть уже не выражая, а так себе. Это и есть... Вот, его уже жрут. Ты смотри, да че... Уже вкусный. Да. Уже кометь выделил. Ну, ладно. Это я так отвлекся. Итак, пока он вот такой, да? Он будет 100-граммовый? Наверняка. Наверняка. Сейчас уже такое. Да, теперь смотри дальше. Это тот самый, когда знаменитый снимок, два огромных плода, 100-граммовых. Да, да, понимаю. Которые украли сотни плодопитомников. Якобы это их. Было? Вот с этого дерева. Присутствие телевидения. И вот. И на диске есть это. Ну, то есть, я не болтаю. И что получилось? Я долго думал, как... Вспоминаем. 103 грамма мы намерили вот с этого. Вот с этого, Мичуринского. А годами раньше было 30 грамм. Вот. Смотри внимательно. Вот они, смотрите. Вот они, смотрите. Они еще вот такое впечатление. Ну, уж точно не уступят этому, академику. Итак, академик. Смотри, кроны сомкнулись? Да. Сомкнулись. Половые связи могли быть? Ну, конечно. А куда они денутся? Вот. И... Ой, господи, я сам не верю. Ой, а слушай. А если он дальше будет увеличиваться? 103 грамма мы намерили самый крупный. Будет увеличиваться. Будет? Однозначно. А какой ты, ученый человек, имеешь право так говорить? Телегония, это уже на ухо. Теперь я уже могу это говорить. Теперь я уже, как настоящий ученый, могу это сказать. Уволят. Не видела бы своими глазами, не говорила бы. Уволят. Это будет самое прекрасное, что у нас останется. Уволить это от слова воля. Это самое лучшее, что может тебе дать. Давай подведем итоги и пойдем в питомник. Знаешь, почему в питомник сейчас пойдем? Я хочу, чтобы, если действительно никто не признает в тебя настоящего специалиста, не даст тебе вести телеканал чесоюзный по садоводству, так, ну пусть, плюс огородничество, ладно уж. Вот. Никто не даст тебе научно-исследовательский институт подчинения. Никто не даст тебе вуз в виде академии, университета, института. Никто не даст. Значит, я сейчас пойдем покажу, какой должен быть питомник, чтобы у тебя, извини за выражение, еще и это. На хлеб с маслом хватало. Не только хватало, но и чтобы ты еще и это. Стала знаменитой на всю Россию, на весь мир. Почему? В питомнике рождаются чудеса. Сейчас пойдем смотреть. Хорошо? Заканчиваем эту тему. Итак, Манджо, этот красавец, я сам не верю, но уже в этом году свихнулось у меня, когда я увидел, что он действительно не вернулся на 30 грамм, а действительно будет 100 грамм и больше, вот тогда-то я сказал себе, вот виновник, кто его это испортил? Вот он. Так вот, этот академик, этот академик, мое первое дерево, так, когда заплодоносило, плоды были сразу 100 грамм, сразу, ну, 80-90, а большой урожай 70, вот, и прошло 20 примерно 5 лет, он избит морозами, с него взято, посмотри на приросты, уже, смотри на метровые приросты, это сейчас, в конце, сегодня какое число? Сегодня 30-е. 30-е июня, уже вот такие, да? И вот, сотни веток взято, ой, растет на дрожжах, да, уже, вон уже полтора метра есть, и тогда получается, что? С него взято было сотни веточек, на прививку, разошлись по стороне, да, полтора, 80 сантиметров точно, или вот, веточки. Да не говори, вчера, еще, позавчера, она была полтора раза короче, растет бешено, и вот это дерево, по идее, да, вот смотри, пусть я повторюсь, но уже при специалисте, казалось бы, обречено, муравейник показать, идем сюда. Я хотела только показать, что муравьи бегают, и ни одной вот, ни одной, ни одной, нету, нету, тлинки, а вот ты представляешь, про муравьев, уже появилась реклама, мощнейшая, вот как на что не похоже, представь себе, агрегат двухметровый, вроде трехдюймового оружия, орудия, вот, на лице, даже не просто намордник, на лице специальная маска, изолирующая, так, вот, противогаз, и, огромный, рядом стоит дерево, примерно 5-6 метров высотой, хотя бы, вот такое, больше, больше, да, и он направил, и огромная туча, яда, и написано, эффективное средство борьбы с муравьями, а тут, если нет муравьев, то я об обижусь, это их зона, они обязаны охранять это все, и вот, ли они не носят, нету ли, нету, 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 вот, нету ли, и, я заговорился, почему, и так, казалось бы, дерево, как фактически, должно быть мертвым, со страшными ранами, и вот, если взять вверх по этому, повезти, вот, муравейник, вот, страшные раны, вот, древесина обнаженная, так, она успела мимо пойти, она вот так, а это, оголяется в одном месте, и нарастает в другом, и что мы видим, внимание, вот они, полтора метра, гляди, вот, и, что получается, мощь невероятная, привитный манджурский абрикос, а ты знаешь, почему холма нет, тут еще повезло, смотри, здесь, если приглядеться, скажут, а как ты железо пропагандируешь, да потому что, это бывший питомник, да, остался на месте, остался на месте, а повезло ему, почему он до сих пор не это, за 25 лет не стал этим, не сопрел, во-первых, подушкаливая шейка была, где положена на уровне земли, раз, а во-вторых, посмотри, вот он склон, гляди, вот тень моя, руки, вот я показываю пальцем, вот он склон, то есть застоя нет, вот это вот примерно 10 градусов склон, случайно, но получилось, потому и живой, так, ну все, наверное, можно выключать здесь, пойдем туда, так, пойдем туда, ну, в общем, так, телегония существует, когда тебя позовут на международную конференцию, как мне выключат микрофон, когда ты скажешь слово телегония, ну, я хотела показать кое-что, а, ну, давай, не снимать, а, не снимать, нет, ну, ладно, давай тогда, пусть это будет, пусть будет, пусть это, давай, смотри, дело в чем, ты сказала, хотела мне тайком показать, что тля есть, а я говорю нету, не увидишь, знаешь почему, тли сейчас вылетли, она ищет место, вот она, смотри, подлетает, да, вот к этой вот, видишь, чистенькое все, подлетает, она села, у нее два пути, первая, умерла, то есть с голоду, потому что ей нужно скоро напиться, так, вонзиться в эту мякоть, напиться, и отложить яйца, личинки, а она не может, видишь, ее нету, а ты сейчас так скажешь, это я видела, значит она полетела дальше, ну да, так что, вроде я видела, ты не найдешь, а почему, потому что, абсолютное здоровое дерево, почему я его называю абсолютно здоровым, по той причине, что на ней, как раз, по полутораметровой приросту, больное дерево не может дать, конечно, вот у меня такие есть, это с рынка, парочка, вот, вот и мы разобрались, а то тайком, давай покажу, целью, не тайком, я бы это видела, буквально две штуки, но у них нет шансов, они уже, они дальше полетели, у них два варианта, умереть с голоду, для ее оставить потомство, чтобы оставить потомство, надо укусить, а здесь, в этих листях, антифриз, я его называю, нет, не то, сейчас скажу, сейчас скажу, по аналогии с организмом человека, белое кровяное тельце, ближе, электроциты, ближе, нет, все-таки это слово, сам придумал, сам забыл, ладно, идем, следующий этап, если тебя, когда ты скажешь, что существует эрегония, когда ты скажешь, что с ее помощью, в смешанном саду, можно увеличивать плоды в три раза, тебя отключат микрофон, и ты будешь заниматься частной деятельностью, выращивать саженцы, так как у меня случилось, я же зачем в Москву ехал, я хотел подружиться с учеными, это же тоже неплохо, если бы они со мной подружились, у них каждого было бы уже Нобелевская премия, понимаешь, и выращивать свои саженцы, это еще лучше, ну вот, утешай себя, ты любишь по конференциям ездить, утешай себя, утешай, вот, питомник, я езжу для того, чтобы познакомиться с кем-то, и что-то новое для себя узнать, пришло время, когда они у тебя должны узнать, нашу с тобой агротехнику, вот, я сейчас покажу тебе лучшее дерево, из тех, что мы вырастили вместе, лучшее, знаешь, почему, дело в том, что все-таки удар был, девятиградусного заморозка, когда цветение начиналось, был страшный, и выжили не все, а как бы выборочно, как бы не то, что они удача, наоборот, вот она удача, ведь смогла вот эта, преемник, этого, патриарха, знаете, сколько на нем сидит, вот приглядись, тридцать не будет, но двадцать-то будет, ведем, вот, это доказательство, его сама природа выбрала, он доказал свою, эту мощь невероятную, ну, показать питомник, посмотри, видишь, пустые обходи, не хватило чего, пороху, сидя на кране, один из лучших этих, питомниководов России, сидит на кране, так, и, давай так, вот начинается уже серьезный питомник, мы начнем новый фильм, потому что сейчас кончится это,